добрый вечер на волнах радио свобода на сайте свободы . орг программа грани времени студии мумин шакиров минувшее воскресенье произошло то чего никто или мало кто ожидал сотни мусульман с криками аллаху акбар вышли в центр москвы митинговать у посольства мьянмы так называется государства в юго-восточной азии где десятилетиями идет противостояние между группами движениями между различными национальными меньшинствами в том числе между преступными синдикатами те кто занимается наркобизнесом вот последние трагические события связанные со столкновением между армией полиции представителями этнического меньшинства рахинджа в основном исповедующий ислам лишь за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек так пишут средства массовой информации эта история и трагедия взбодоражили северокавказские республики в первую очередь чечню сегодня рамзан кадыров президент республики вывел по данным мвд около миллиона человек на улице грозного и и пригрозил выступить против россии в случае поддержки шайтанов мьянме это мьянме это цитата у нас в гостях адвокат юрист мурат мусаев публицист саид бицоев по скайпу будут востоковед алексей малошенко и политик леонид гозман и будут комментарии главного редактора из интернет-издания кавказский узел григория шведова мурат рад вас приветствовать вы единственный из нашей компании кто реально были в мьянме и расскажите что вам удалось там увидеть и в как качестве кого вы там были я побывал там однажды это было в начале текущего года в январе 2017 года была там как адвокат откликнувшись на призыв местных жителей о помощи призыв этот распространялся довольно активно в социальных сетях после прошлого обострения конфликта в аракане или в северном рахаине как это место называют сами бирманцы это была такая благотворительная акция по оказанию правовой помощи которая и по сей день продолжается но вы были в составе делегации вы были юрист одиночка нет я был один задумывалась это иначе но как-то после подробных описаний того какая там ситуация я решил никем больше кроме себя самого не рисковать все-таки слишком велика была ответственность младших коллег которые собирались сопровождать меня и собственно основная цель заключалась в том чтобы проверить информацию которая распространяется через социальные сети слишком много ужасов было в этих видеороликах и на этих фотографиях и верилась с трудом что такое возможно в начале двадцать первого века давайте мы посмотрим ролик который приготовила подготовила моя коллега ирина лагунина корресту о чем вы рассказываете хотя бы посмотрим как это выглядит тела взрослых и детей мусульман народности рахинджи они утонули пытаясь спастись от боевых действий в мьянме и перебраться в соседний бангладеш эскалация конфликта началась 25 августа когда по некоторым данным повстанцы рахинджи напали на полицейские участки в мьянме в ответ началась масштабная военная операция в результате которой 90 тысяч рахинджи нашли убежище в бангладеш рахинджи составляют меньшинство в преимущественно буддийской мьянме беженка в бангладеш описывает такую картину буддисты нас убивают они сожгли наши дома и стреляли по нам они застрелили моего мужа межэтническая напряженность в штате ракхайн на северо-западе страны не прекращается уже много лет в феврале этого года он обвинила военных мьянмы в массовых убийствах и насильственном выселении рахинджи сейчас происходит резкая эскалация конфликта среди буддистского населения тоже есть беженцы они нашли приют в соседних монастырях беженка буддистка в мьянме говорит я не буду там больше жить даже если мне предложат золото и деньги я вернусь только если там не будет мусульман пока там мусульмане я не вернусь у меня разрывается сердце они убили моего мужа перерезали ему горло таунтунг советник по национальной безопасности мьянмы обещает мы добьемся того чтобы все кто участвует в террористической деятельности а также ее финансирование и планирование предстали перед судом 17 марта россия и китай заблокировали заявление оон о положении с правами этого мусульманского меньшинства мурат я хочу продолжить с вами беседу скажите вот вы разобрались вот и в чем суть этого конфликта учитывая что мы все знаем что буддисты достаточно это люди или нации которые проповедуют миролюбивую религию они толерантные и в общем то мы редко слышим когда с их стороны была бы какая-то агрессия да вас вот эта история на в чем чем потрясла что удивило вы разобрались сути конфликта она в первую очередь мы убедились в том что видеоролики фотографии не лгут и действительно происходит но теперь уже могу об этом сказать и как юрист после полугода изысканий там происходит геноцид вот этих самых людей которых именуют рахинджа что касается буддистов то я не могу ничего плохого сказать о них как о представителях конкретной религии но думать что все буддисты мирны и безобидны оказалось великим заблуждением к сожалению в истреблении рахинджа в физическом истреблении их на протяжении уже многих десятилетий заняты как представители власти так и представители местного буддийского духовенства есть у этого движения даже сегодня довольно известный духовный лидер один из авторитетнейших религиозных деятелей мьянбы которого зовут вирату человек который нисколько не скрывает своего отношения к мусульманам к рахинджа в частности и который сподвигает все всех желающих и нежелающих к тому чтобы истреблять мусульман на территории бирмы аракана в частности вот тогда я как раз адресую вопрос саид вам вот сейчас мурат сказал что этот конфликт десятилетиями и все задаются вопросом почему здесь и сейчас вдруг всплыла эта история да понятно что вот ранее сообщали сми что несколько неделю назад и больше значит была трагедия когда не менее 400 человек погибли для вас было неожиданным что вдруг это всплыло здесь в россии в москве и вчера сотни людей появились у посольства мьянмы вот что вас потрясло больше всего в этой истории ну наверное так же как и вас эта история и потрясла и она очень вызвала огромные тревоги у всех людей которые вот в москве выходцы из кавказа и средней азии потому что мы понимаем как поскольку такие события не происходят мгновенно за ними есть какая-то история но почему-то именно вот сейчас начали эти фотографии эти ролики массовом порядке распространяться в сети чем это объяснить и вероятно что есть какие-то игры которые ведут какие-то мировые центры у которых есть какие-то свои резоны именно вот сейчас возбудить мусульманское население и понимая что если не дай бог кого-то тонут в каком-то государстве если это христиан христиане вызывают недовольство если это житель других этносов то же самое вызывает реакцию а вот кавказцы у них эмоции у них возмущение и прочее они эти чувства гипертрофированы поэтому именно у кавказцы вызывает больше всего вот это недовольство и поэтому они вчера усилили на такие многочисленные митинги мы еще вернемся вот к тому что вы сказали у нас на связи алексей малошенко востоковед алексей силович скажите что вас потрясло в этой истории вы удалось ли вам разобраться на в этой трагедии когда как выясняется из той и с другой стороны гибнут люди но в данном конкретном случае по данным вот на нашего коллеги мурада наиболее пострадавшими считаются мусульмане вы меня слышали алексей а это мне вопрос я да да алексей вам вопрос да 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 вы знаете что ведь мы имеем дело с политическими одновременно этно-конфессиональным конфликтам такие конфликты мы наблюдаем очень много и в том числе в связи с мусульманами поэтому очень трудно и может быть даже не надо искать здесь а кто прав а кто виноват потому что сам существует самые разные версии одни обвиняют буддистов другие обвиняют мусульман но так или иначе проблема мусульманских меньшинств она везде стоит остро если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию вот так как это скажем объясняется и объясняется кстати говоря не только в самой бирме но повсеместно там есть такая армия самаракская армия спасения и вот а последние две-три недели так или не так я не знаю но вот есть такая информация они занимались тем что уничтожали буддийские монастыри и те кто там находятся они сомгромили статуи будды во всяком случае если это правда то это такая я бы сказал нормальная экстремистская организация естественно была реакция я повторяю что найти кто прав кто виноват ориентируясь опять же на фотографии мы знаем массу фотографий самыми разными же сам жертвами и в бирме и на ближнем востоке поэтому проблема в том что сама власть она в общем не в состоянии урегулировать этот вопрос кстати говоря даже толком неизвестно какое количество мусульман в бирме но там общее население пятьдесят четыре пять пять миллионов а количество то мусульман какое три миллиона и сам или больше или чуть меньше мы даже не знаем количество беженцев из бангладеш которые находятся на территории бирмы тоже цифры колеблются от полутора до от полтора миллионов до семьсот пятьдесят тысяч то есть найти правого найти виноватого я бы не взялся потому что каждый говорит очень убедительно это совершенно понятно и вот та женщина которая говорила что у нее убили мужа мусульманка и та женщина которая говорила сам буддистка она говорила что ее мужу перерезали горло мусульмане они видно обе говорят правду и что бы я еще хотел заметить ну опять же не в защиту ислама но ради справедливости мы настолько привыкли формулировки радикальный ислам политический ислам да он есть такой его много безусловно но вы знаете ведь есть и политический буддизм есть радикальный буддизм как-то это не ну не скажу непривычно даже неприлично говорить но с у нас в россии 15 лет тому назад по моему вышла книжка под названием политический буддизм где очень подробно говорилось о том что буддисты это не только какие-то знаете но внеземные почти осуществует это тоже те же самые люди которые пытаются решить политические проблемы основываясь на религии поэтому поэтому очень печальная ситуация как оттуда найти какой-то выход очень трудно сказать самое главное самое главное не не разжигать и не провоцировать алексей спасибо алексей пропустите спасибо я мурат вам дам ответить алексею потому что я хочу предложить предложить слово леонида гозману который у нас на связи из кракова и конечно же многие наблюдатели и критики отмечают роль рамзана кадырова который сегодня провел миллионный митинг грозным как утверждают местные силовые структуры и то что он высказался откровенно что если россия поддержит сторону официальных властей мянмы то он выступит против россии леонид если вы слышите скажите а что вас в этой истории больше всего занимает и что потрясло и на чем бы вы поставили акцент ну вы знаете в том что происходит мьянма я ну вот точно точно не лучший специалист и наверняка есть люди которые знают это значительно лучше вот вот эти конспирологические теории где там рамзан с иудидами или это вот они так с путиным разыграли там и так далее этого тоже не знаю это в общем высасывается из пальца это интересно это высасывается из пальца а вот что меня как бы здесь заинтересовало это реакция наша как бы так сказать ну той части допустим московское общество которое к мусульманской конфессии не принадлежит вот некоторое такое как бы возмущение почему они тут собрались а почему они себе это позволяют и почему и самое смешное почему их не разгоняют мне кажется это вообще довольно странно я хочу отметить что те кто собрались у посольства мьянмы были в своем праве они имели право это сделать значит и в общем на картинках которые идут с этого митинга ничего кроме того что многим из москвичей просто не нравятся эти люди не нравится их внешность не нравится их манера там не знаю говорить и так далее да в общем то никаких других них никого другого криминала не было там было несколько экстремистских таких выкликов да но слушайте но они бывают на и собрать любителей цветов то тоже будет какие-нибудь экстремистские выклики то есть понимаете они ничего плохого не сделают почему они туда пришли что там организовала рамзан что организовал путин что организовал фсб и так далее это другой вопрос но они имели право более того я совершенно убежден в том что хотя наверняка без рамзана фсб и прочих это все не обошлось это но это очевидно я уверен что ну меня там не было да я очень сожалею я не смог пойти вообще хотел пойти туда и посмотреть что происходит но вот не получилось но по другим всяким митингам про которые тоже там говорят что вот их организовал пупкин тюцкин там еще кто-то я знаю что большинство людей приходит по своей воле они искренне понимаете вот вот люди наши с вами сограждане в основном или люди находящиеся законно на территории нашей страны они в рамках действующего законодательства пришли и сделали то что они имеют право сделать вот и вот это конечно вот реакция а а чё это им это позволяется да она неправильная мне кажется да нам чего вот вот она меня огорчает меня огорчает что когда публикуются картинки с этого митинга да то они идут вот такие как бы ну априори враждебные понимаете а чё это они вот себе вот тут позволили вот это на самом деле говорит по моему не о них а о нас да к рамзану кадырову а также к президенту путин у меня отношение абсолютно однозначное да вот и но но вот то что то что у нас на самом деле как мне прорвались такие ну расистские чувства именно расистские значительной части нашей тусовки это печально а давайте посмотрим вот ролик с участием тех людей о ком вы сейчас сказали вот я задавал вопрос как они появились на большой никитской и с какими идеями пришли давайте посмотрим ролик мы пришли выражать свое гражданскую позицию понимаете мы не согласны с тем что происходит в этом регионе в этом регионе знаете и все эти люди не неравнодушны к таким вещам это общая боль в первую очередь и мы вышли для того чтобы выразить эту боль хорошо что рамзан кадыров выступил евкуров а где голос абдулла типова никто не слышит я голоса казахстана таджикистан туркмения где они все молчат почему все собрались здесь вот так за последние три дня было убито больше 4000 не только мусульман и люди да и причем зверски убиты они были и просто если себя поставить на их место пророста там если своего там сына убили вот так таким образом брата отца и так далее то просто это надо себя на их место поставить чтобы понять это вот люди которые собрались здесь да это почувствовали и пришли с намерением чтобы это остановилось но они не знают как вот мы не знаем как это остановить хотя бы посольство мьян прийти чтобы выразить это вот посмотрим что из этого получится фашисты хуже фашистов и никто не знает мир не знает ни по одному каналу не показались потому что там мусульмане поэтому эти дни они то ненужные люди что ли непонятно а что мусульману людей не считать что ли надо им в глаза показать для них это не люди это просто материал ненужный ненужный материал правильно это значит политика какой то там нефти нету и зачем их защищать их легче закопать заживо и все мурат вот вы знаете задают многие вопросы вот те кто сегодня пишет в сетях и эксперты и аналитики почему когда бомбили алеппо и погибали сунниты мусульмане эти кадры облетели всеми весь мир об этом рассказывали многие средства массовой информации притеснения татар в крыму тоже мусульман да и почему тут равнодушие и молчание а далекая мьянма о которой мало кто знает и еще меньше знает вообще что там происходит здесь вот такая жесткая реакция у вас есть этому объяснение во первых нет равнодушия и молчания есть настроение недовольство по алеппо даже есть сотни если не тысячи молодых людей которые не то что там пришли к посольством они еще и воевать туда поехали как вы знаете это трагическая история в данном случае кто-то пустил призыв о том чтобы собирались возле посольства мьян мы люди послушали потому что ну на протяжении недели каждый день по несколько сотен изображений чудовищных каких-то средневековых пыток и жесточайших убийств у людей накипело и как только кто кто-то из них получил призыв приходить на митинг они просто встали и пошли но с вашего позволения у меня я хотел бы вернуться к вашему видеоматериалу и к тому что сказал уважаемый господин машин нет вот этой боевой ничьей которые мы здесь увидели нет междуусобицы обыкновенной между мусульманами и буддистами где все виноваты и виновного в итоге не найдешь это государственная политика мьян мы по отношению к конкретному меньшинству я не согласен с людьми которые говорят что никто об этом не говорит и никто об этом не знает знают от папы римского до совета безопасности организации объединенных наций рахинджа в оон признаны наиболее угнетенным меньшинством на планете земля общеизвестный факт заключается в том что государственная политика мьянмы при поддержке людей буддистов населяющих северный рахаин или аракан при поддержке местного духовенства осуществляют целенаправленную политику на на по выдавливанию по уничтожению этого народа с территории бирмы почему на ваш взгляд россия не поддержала британскую инициативу резолюцию в помощи мусульман у вас есть этому объяснение объяснение у меня только такое это сфера влияния китая традиционно да у россии есть какие-то экономические связи с мьянмой и может быть какие-то симпатии к этому государству может быть взаимные но явно там нет ничего такого сокровищного для россии что заставляло бы ее голосовать так или иначе в совбезе он на мой вкус это игра на пару с китаем здесь россия удружит китаю завтра китай по на по другой повестке проголосует в унисон с россией впрочем я небольшой специалист в области международной дипломатии я могу в этом ошибаться но я знаю точно что мы теперь россия голосуя так в дальнейшем когда весь весь мусульманский мир об этом знает дискредитирует себя пуще прежнего в глазах мусульман в мире нам очень конечно хотелось бы чтобы не ради пиара среди мусульман из гуманитарных соображений россия пересмотрела свой взгляд на ситуацию в аракане вот давайте о двойных стандартах которые сейчас вы упомянули мы поговорим точнее говоря дадим комментарий григория шведова которого вы знаете это главный редактор интернет издания кавказский узел дайте пожалуйста первый ролик выступая в защиту прав мусульман в мьянме кадыров конечно же и мейнстрим вслед за ним не говорит о тех преследованиях сотен а может быть тысяч мусульман в самой чечне которым они подвергаются в силу того что они являются приверженцами не такого ислама который нравится властям чечни а других его направлений поэтому когда мы говорим о кадырове как о защитнике всех мусульман россии или мусульман конкретно на северном кавказе мы должны все время вспоминать что есть конкретные мусульмане в том самом регионе в чечне которые страдают только из своих убеждений религиозных я имею ввиду салафитов вообще салафизм объявлен в чечне запрещенной религии и на этот счет были даже фетвы на конференциях в грозном которые были приняты которые даже создали определенные сложности взаимоотношениях саудовской аравии где как мы знаем салафизм является признанной основной основным направлением в исламе поэтому мы должны понимать вот этот контекст в котором звучат эти слова как будто бы в защиту мусульман на самом деле в защиту определенных мусульман не всех мусульман определенных мусульман а саид тут григорий шведов подвергает сомнению искренность рамзана кадырова вот как вы считаете вот это есть двойные стандарты когда он одно видит а другое не видит я думаю что это совершенно не сравнимые вещи салафиты и не дело не салафитах салафиты и там я не знаю там суниты и прочее это сочинение теоретиков от ислама речь идет о тех людях которые стараются какие-то свои защищать интересы эти люди нарушают закон российской федерации и мы знаем что не бывает случайных задержаний потому что люди в чечне живут полтора миллиона человек и их никто не задерживает их никто не преследует они своих мечетях молятся и новые мечети появляются и тем более говорит о том чтобы сравнивать ситуацию в мьянме и в чечне ну ну совершенно некорректно потому что такого что там происходит сегодня в бирме когда на показу глубокую траншею в которой сидят женщины старухи мальчики дети маленькие дети я имею ввиду и потом рычат начинают бульдозеры и начинают медленно закапывать этих людей разве можно сравнить то что происходит в бирме с каким-то другими событиями в чечне или в чечне тем более давным-давно мы все знаем правоохранители сами это признают что самая лучшая криминогенная ситуация в россии а если есть отдельный случай то надо с ними разбираться не вешая там на главу республики на кого-нибудь огульно все все беды за отдельные преступления правильно ли я понял что салафиты не подвергаются дискриминации или гонениям в чечне я бы не стал однозначно утверждать потому что не совсем в курсе кого сегодня квалифицируют салафитами есть определенные деструктивные силы куда вовлекается молодежь под влиянием роликов которые также как из обилия высыпают одномоментно в наши социальные сети и этих людей вовлекают какие-то запрещенные структуры и они начинают нападать на посты на гаишников мы знаем эти истории недавно тоже в чечне напали на гаишника зарезали потом они напали на вооруженные пять человек на пост стационарных в центре грозного если их называть салафитами наверное этих людей действительно надо нейтрализовать задерживать каким-то образом чтобы они дальше не совершали правонарушения я хочу обратиться к Алексею Малашенко Алексей скажите вот ответит ли власть вот и Мурат говорил о том что поведение России в данном конкретном случае непонятно то что она не заступается за мусульман так как это делают оппоненты из Британии из Соединенных Штатов вот на ваш взгляд будет ли со стороны Путина какой-то ответ Рамзану Кадырову который пригрозил выступить против России в случае поддержки шайтанов в кавычке в Мянме будет ли ответ Кремля вы знаете я думаю что ответ какой-то должен быть потому что на сегодняшний день Кремль конечно просто загнали в угол я думаю что ни Путин ни Песков ни в МИДе не ожидали что вот так вот поступит Рамзан а кстати говоря все знают что он человек эксцентричный он способен на достаточно неожиданные поступки к каким-то поступкам привыкли а вот как быть вот с этим это очень непростая ситуация и обратите внимание на молчание в СМИ на молчание в политиках и так далее ну собственно говоря вот по поводу Рамзана ну давайте будем сам циничными давайте будем говорить в общем-то правду Рамзан воспользовался этой ситуацией это действительно трагедия тут никто не спорит для того чтобы еще раз показать что он претендует на место не просто российского политика первого ряда но и на религиозного политика в масштабах всего мусульманского мира я прекрасно понимаю амбиции этого парня ну действительно ну хочется он это пытается периодически делать самых разных вариантов это связано и с Сирией это связано с его поездками в Персидский залив в этом отношении он молодец он хорошо держит марку и все это выглядит достаточно красиво но тут возникло очень я бы сказал любопытное обстоятельство Рамзан который всегда подчеркивает что он гражданин России что это верный солдат Путина это его слова я буквально цитирую и всегда он разделял вот этой вот политический российский дискурс я имею ввиду во внешней политике а тут произошла достаточно пикантная ситуация он и российский гражданин но одновременно он и мусульманин он член великой исламской умной и он сам себя своими высказываниями поставил в такое положение что нужно выбирать а что для него в данной конкретной бирманской ситуации важнее и он тут-то себя оппозиционировал не как прежде всего российский гражданин а иначе бы он конечно должен был поддержать вот то что делала Россия вместе с Китаем в ООН он выступил самостоятельно и выступил достаточно я бы сказал экзотично ну про шайтанов он много чего говорил это мы все знаем это смешно а вот то что он вдруг как Трамп про Северную Корею заговорил что если бы у него была возможность он бы применил ядерное оружие то это явный перебор и он действительно вот таким образом подставляет Кремль и как теперь разбираться очень трудно но я считаю что если следовать логике Рамзану то он абсолютно прав для себя он я бы сказал еще плюс ко всему сам себя перед собой и позиционирует как лидера а для него это все важно он парень молодой он хочет быть на виду и так далее и так далее но какая будет реакция я все-таки повторяю что это был некий перебор и посмотрите он организует еще одну демонстрацию ну Москва понятно тут как бы там тысячи человек ну можно было сделать но он там говорит про миллион который вышел ну миллион как всегда это преувеличение но в общем то наверное вышли сотни тысяч людей и он опять подтвердил что он во голове борьбы за за права мусульман за истинный ислам и так далее и так далее и он конечно набирает очки он набирает очки среди мусульманского сообщества России прежде всего его прежде всего его молодой части и одновременно опять о нем заговорят во всем мусульманском мире а между прочим Алексей спасибо вам большое сейчас я продолжу эту тему я просто хотел адресовать слово Леониду Гозману Леонид скажите а на ваш взгляд можно ли говорить что сегодня Рамзан Кадыров и те мусульмане верующие единоверцы которые его поддерживают это новая политическая сила в России которая может претендовать на информационное пространство это первая часть вопроса и вторая вот некоторые аналитики говорят что вот благодаря Рамзану может быть удастся как-то расшатать потому что когда Навальный выводит десятки тысяч людей на улице Путин делает вид что этого нету и даже боится произносить фамилию Навального а тут значит сделать вид что нет Рамзана Кадырова невозможно и вот то что сделал Рамзан Кадыров это в плюс чтобы как-то оживить политическая политическая ситуация в России вы знаете значит во первых мне кажется что когда вы говорите о политической силе то есть что здесь важно важно самосознание людей знаете вот если люди чувствуют себя там я не знаю рыжими да то тогда призыв к рыжим о какой-то политической активности будет услышан и они станут политической силой вопрос идентификации вот чувствуют себя люди мусульманами в нашей стране или нет мне кажется что они себя чувствуют мусульманами значительно больше чем значительно сильнее чем допустим православные чувствуют себя православными и поэтому призыв к мусульманам может быть услышан вот мы это сейчас видели вот и в этом смысле это конечно политическая степила что касается того что вы сказали насчет расшатывания то если я правильно понял вопрос то это не не договорились ли Рамзан с Путиным а вот давай мы вот тут сейчас такое устроим а ты потом значит выступишь таким защитником целостности страны в смысле Путина и так далее ну вы знаете я думаю что нет я думаю что для Кремля ну опять же я же не знаю конечно да да и никто не знает кто про это говорит на самом деле значит я не знаю что они там все думают что у них в голове крутится но вообще скорее всего для них это конечно шок и трепет потому что понимаете они конечно очень боятся вот такого конфликта да и знаете так сказать публично опустить Рамзана ткнуть его мордой об стол и сказать ты смотри парень ты больше так не делай публично это сделать невозможно понимаете вот невозможно сделать публично и по тем кстати причинам о которых говорил Малашенко вот только что вот так что я думаю что это действительно не такая какая-то знаете внутрироссийская игра как это часто у нас бывает да а это действительно прорвался прорвалось пламя такое прорвалось то что булькало где-то там под спудом а вот сейчас оно прорвалось и что с этим будет бог его ведает ну по крайней мере достаточно очевидно уже по моему всем должно быть что вот эта вот политика создания на северном кавказе вот такого султаната вооружение его обеспечение вообще всем на свете и так далее ну эта политика должна была когда-то закончиться крахом и крахом даже не только такому содержательному содержательному она давно закончилась крахом а крахом и для самого спонсирующего все это безобразие государства и мне кажется что вот этот крах уже сейчас наступил мне кажется что пройдена такая точка невозврата потому что что они должны сделать сейчас но представьте себе что вот что-то подобное сказал пусть даже весьма экстравагантный дяденька как там губернатор орловской области значит вот он это сказал еще звук не успел долететь он уже не губернатор это очевидно совершенно да губернатор российского региона не может выступать по должности не может выступать против политики российской федерации частью которой он является уходи в отставку выступают вообще нормальное дело казалось бы ну вот а тут понятно что ничего с рамзаном наше начальство сделать не может они его что уволят да как же это он их уволит скорее чем они его Леонид спасибо Мурат скажите на ваш взгляд может ли ислам верующие мусульмане во главе с Рамзаном Кадыровым стать новой политической силой в России каковы шансы и перспективы вот этого вектора мы все прекрасно понимаем что Рамзан Кадыров это давно уже не новая политическая сила меня вообще смущает чрезмерная персонификация этой ситуации еще смущает то что вот российский establishment интеллектуалы либералы ученые наконец впервые за сто лет гонений на бедных рахинджа узнали об этой проблеме пусть и таким своеобразным образом и вместо того чтобы реагировать на это так как должен реагировать нормальный человек переключают внимание на такой внутриполитический аспект на вот эти вот теории заговора и прочее почему обсуждение темы мусульман рахинджа которых уничтожают сейчас пока мы здесь разговариваем приводит нас в Чечню и в обсуждение того какие отношения связывают региональные власти с федеральными почему мы не хотим задуматься о том что людям там необходима помощь необходимо насрочно но вы прекрасно знаете что когда убивали детей и женщины гибли в Алеппо реакция была такая же продолжали бомбить еще больше и политическая элита России про это ничего не говорила но это тоже тоже извините меня количество жертв не меньше чем безусловно и были многие другие случаи когда мусульмане страдали в разных регионах мира и российская власть была в данном конкретном случае вы прекрасно сами рассказали о том как Россия играет на стороне Китая и делает вид как будто этой проблемы нет я сейчас не говорю про власть я говорю про интеллектуалов про творческую элиту про вообще людей просвещенных и просто людей тогда Саид я вас спрошу вот Мурат поднял этот вопрос почему вот эта тема она среди интеллектуалов либералов не актуальна это равнодушие это извините мне ксенофобия которая тоже есть среди либеральной части сообщества это однозначно ваша версия вы знаете я бы немножко расширил бы этот вопрос действительно она как-то плавно ушла в сторону мусульман хотя мы знаем что не христианские церкви не храмы не костелы мы не можем не говорить о Рамзане Кадыреве он обнажил эту тему да и говорить что Рамзана нет а тема есть это было бы некорректно согласитесь я с уважением отношусь к деятельности и Леонида Гозмана и Алексея Малашенко раз мы об этом сейчас заговорили но я бы не стал бы так драматизировать то что сегодня на митинге было сказано Рамзаном и это не было ни заявлением ни тем более не протестом и не какой-нибудь там я не знаю формой его недовольство этот человек как мы знаем он молодой он очень эмоциональный и это была практически фигура речи что есть чтобы вот этим людям собравшимся миллиону человек сказать что вы знаете по позиции касающейся Бирмы Мьянмы у меня своя позиция потому что перед этим очень много было в социальных сетях вопросов к Рамзану почему ты не выступаешь ты что боишься выступить потому что тебе из Кремля не было согласия и вот он хотел показать что он человек в общем то со своей позиции со своей позиции такого представителя власти вместе с тем мусульманина у меня есть позиция если даже страна не очень активна в защите этих людей у меня есть собственно мнение которое я вам высказываю примерно вот так можно трактовать его слова и здесь нету никакого противоречия с Кремлем и тем более нет никакой боязни и тревоги ни для кого понимаете в нашей стране на мой взгляд это моя субъективная точка зрения есть три политика которые реально могут вывести десятки тысяч людей на улице это Владимир Путин используя административный ресурс он может вывести до миллиона это Рамзан Кадыров который уже выводил как мы помним когда была история с Шабде с французским журналом тоже выводил около миллиона людей и есть Алексей Навальный который реально может вывести людей на улице об этих людях интересно говорить от них хоть что-то в этой стране зависит с остальными вообще я делал даже программу овощи Путина мы можем говорить о любом политике он ничего в России не решает поэтому я хочу Мурат спросить вас если возвращать вы мне дали на ваш вопрос я бы ответил давайте потому что огромная разница между тем вы сказали Владимир Путин Алексей Навальный и Рамзан Кадыров потому что Алексей Навальный говорит Путин ты не прав я должен возглавить государство Рамзан такого не говорит никогда не говорил никогда не подразумевал Рамзан просто защищает интересы людей в данном случае мусульманского населения и даже я не считаю я вот даже не согласен с термином политический ислам потому что здесь идет чисто о духовенстве об этническом вопросе и в вопросах касающихся политик Рамзан полный единомышленник Кремля поэтому я здесь просил бы разделять эти термины Мурат я хочу вас спросить а почему молчат другие лидеры северокавказских республик тоже мусульмане тот же Рамзан Абдулатипов не не высказывается публично Юн Узбек Евкуров и есть и другие лидеры Карачаева Черкесии и Кабадина Балкари почему они молчат один Рамзан за всех несет ответ у них другое отношение к жизни другое отношение к ситуации другое отношение к исламу и мусульманам откуда мне знать знаете вот кстати помните там один из спикеров в этом репортаже который мы показали сказал почему молчит Абдулатипов другой говорит ахрип ну такая была ироничная реплика нормальное отношение к ситуации я вот вчера прочитал в сети одного из довольно активных пользователей блогеров такую маленькую заметку кажется в твиттере он говорит слушайте я смотрю эти репортажи про митинги не могу никак решить на кого мне больше чихать на мьянму или на мусульман я теперь прекрасно понимаю что на какие бы митинги мы и не выходили здесь может быть нас услышат в мьянме может быть нас услышат в других исламских государствах может быть даже в оон но российское общество останется глухо к проблеме того народа ради которого все это было начато все будут обсуждать внутри политические интриги и говорить одному региональному лидеру видишь ты молчишь а тот говорит или говорит федеральной власти что слабо теперь остановить этого как вы останавливаете других это это все мелкая суета в сравнении с трагедией целого народа алексей малошенко я хочу спросить вас почему на ваш взгляд вот высокий градус ксенофобии все еще остается в россии хотя вот президент страны он позиционирует себя как интернационалисты и окружение его люди разных национальностей мы это прекрасно знаем почему вот градус ксенофобии из года в год растет и вот это вот нетерпимость и те комментарии которые мы читаем в социальных сетях вот сейчас сказал мурат не знаю как вы сказали эту фразу то ли не знаю на кого мне больше чихать на мяму или на мусульман там фраза была более грубая непечатная да у вас есть этому объяснение Алексей Мумин во-первых я с вами не совсем согласен градус ксенофобии у нас мог бы быть и выше слава богу что он такой да он растет но он растет как-то по синусоиде и вот таких катастрофических тенденций мы не наблюдаем да есть отдельные эксцессы безусловно мы это знаем есть в общем негативное отношение к так называемым лицам кавказской национальности к мигрантам но тем не менее все-таки вот я не хочу защищать ни Путина ни российское общество но как-то с ксенофобией мы постепенно справляемся очень много проблем я повторяю но я всегда исхожу из того что могло бы быть и хуже я считаю что для той внутренней ситуации в России для той ситуации как который вокруг России я имею ввиду кстати говоря тот же мусульманский мир там что происходит все-таки относительно Россия благополучна могло бы быть намного и хуже было бы очень печально если бы вот какие-то инциденты а все-таки для России то что происходит в Бирме несмотря на то что да кошмарно я все это признаю чтобы это не провоцировало какое-то внутрироссийское вот это вот этноконфессиональное напряжение потому что если мы почитаем интернет как относились люди к тем мусульманам которые вышли к посольству отношения негативные вот я их понимаю например у меня нет проблем да вот люди несмотря на то что там вот инициатива Кадырова там работали люди но тем не менее ну да они захотели они имеют полное право но уже заведомо потому что они вышли по поводу мусульман это вызывает раздражение можно я вас прошу можно вас прошу скажите а почему вот когда суннитов в Алеппо ну и в других городах убивают мы видим кадры когда там погибают женщины и дети нет вот такой публичной реакции в Москве в России в других разных городах первое потому что очень четко хорошо работает кремлевская пропаганда да представляя врагом эти народы и народности или просто это равнодушие Сирия далеко а у нас свои проблемы почему ой мумин вы меня подставляете но я вам все таки скажу правду для того чтобы любую вот такую манифестацию организовать нужен организатор который был бы в этом заинтересован вот на сегодняшний день есть такой организатор есть такая заинтересованность простите меня почему никто не говорит о мусульманах Таиланда или Филиппин например а там между прочим все происходило да и происходит почти то же самое но вот тут возникла такая ситуация которую можно было отработать что и было сделано еще раз я прошу запрещение за цинизм но вот самая профессия меня вынуждает вот так вот говорить спасибо Леонид я хочу обратиться к вам скажите вот все таки на ваш взгляд те люди которые пришли на Большую Никитскую к посольству Мянмы это люди пришли по зову сердца искренне или все таки кто-то нажал кнопку и собрал там людей вот как вы думаете слушайте здесь нет противоречия понимаете здесь нет противоречия для большинства людей чтобы искренне искренне прийти искренне что-то сделать надо чтобы кто-то нажал кнопку понимаете потому что вот чувства они они вот их канализация да вот такая канализация придем там пошумим там скажем долой там еще что-то вот она требует ну какой-то действительно организации без организатора это произойти не может ну или там стихийно это уже совсем другого масштаба вещи вообще камня на камне бы не оставили вы знаете когда был убит в сарае эрцгерцог фердинанд я просто хочу чтобы мы не только о мусульманах говорили вот это общая проблема да когда был убит эрцгерцог фердинанд фердинанд то в австрии никаких волнений по этому поводу не было он был не популярен никто не хотел чтобы он ставился императором император его не любил и вообще наоборот было даже такое ощущение что может и лучше будет следующим императором эрцгерцог Карл который был более симпатичен прошло некоторое время да нажали эту самую кнопку и народ стал переживать за эрцгерцог фердинанд понимаете на в случае там Алеппо или еще чего эта кнопка не нажималась но люди пришли я думаю что большинство людей пришли действительно искренне действительно искренне но они бы точно так же искренне могли прийти за Алеппо они так же искренне могли прийти за Таиланд за за ту же Чечню там защищать мусульман там там что вообще порядок что ли вот поэтому вот они искренне пришли вот и к ним надо относиться с уважением значит вот я собственно с этого начал вот мне кажется самое такое как бы ну вот здесь есть уровень такого попытки понять тайные механизмы пружины последствия и так далее да это безусловно очень важно все но есть еще одна ужасная вещь ужасная вещь это это расизм нашей тусовки ну вот посмотрите твиты и всякие прочие там эти высказывания об этом митинге ну там же там же выплескивается неприязнь именно к людям там выплескивается отношение к этим людям как к людям второго сорта понимаете не к Кадырову те кто пишут что это Кадыров там негодяй там что-то организовал и так далее понятно да я про другое я про отношение к этим людям ну что же они плохого то сделали они стояли и кричали в защиту людей которых действительно убивают знаете конечно мы можем говорить а почему за этих кричите а за этих не кричите да это другой вопрос но сегодня там действительно убивают людей россия действительно покрывает убийц это правда к сожалению да вот надо сказать что россия покровала убийц и прежнего военного режима точно так же как покрывает этих да и вот люди которые пришли они не нарушили закон, не писанные законы они не нарушили, они какие-то человеческие нормы, они тоже не нарушили. Они что, на людей кидались? Они что, там кого-то, вот они собрались, их было бы много, да? Они что, отлавливали там людей на улице и избивали их? Они что-то какую-то агрессию проявляли к прохожим? Ну нет же, не было ничего этого, да? И вот негативизм, понимаете, вот та часть, так сказать, негативизма к этому событию, которая адресуется Рамзану, Путину, Саудидам, там, я не знаю, кому угодно, это другой вопрос. Но меня действительно шокирует тот негативизм, который адресуется просто людям, которые ничего плохого не сделали. Спасибо, Леонид. Давайте посмотрим еще один ролик, это комментарий Григория Шведова о том, как по одному и тому же вопросу есть расхождение. Поставьте, пожалуйста, ролик. Например, прошлый, так называемый миллионный митинг Грозным по поводу Шарли Эбдо определенно очень хорошо ложился в логику Кремля. И тогда он очень хорошо был таким противовесом малозамеченному выступлению министра иностранных дел Лаврова, который выступил вместе с другими министрами в Париже в акции поддержку свободы слова и журнала Шарли Эбдо. А вот наоборот, в России мы показали, что же такое суверенная демократия. На этом митинге в Чечне было показано, что для нас свобода слова гораздо менее важная свобода, чем свобода вероисповедания. Или оскорбление чувств верующих, которые тоже вполне укладываются в свободу вероисповедания. Мурат, вот тут есть политик Владимир Милов, который пишет, что Путин крайне заинтересован в сотрудничестве с нынешним режимом в Мянме. С ними активнейшим образом будут хороводы Ростех и Росатом. То есть есть коммерческие, экономические интересы. Вы были в Мянме, вы слышали об этом что-нибудь или нет? Как я сказал, естественно, какие-то интересы есть. Есть внешняя торговля, довольно объемная. В Мянме, Бирме, достаточно сказать, что Burma Oil процветала, когда еще никакая саудийская нефть не была разведана. И у Мянмы богатейшие недры. И бирманские рубины, и прочие ископаемые, известные на весь мир. Я не думаю, что Мянма это такой стратегический партнер в экономике, в том числе, тем более в политике для России, ради которого мы должны были бы поступить со соображениями гуманитарными, универсальными, категориями добра и зла. Скажите, вот естественно была реакция Алексея Навального, политика, он выпустил ролик. Еще бы. Да, ну и извил по этому поводу, потому что его сторонников и его штабы по всей России прессуют. А тут вышли мусульмане, перекрыли улицу. Вот говорил, естественно, о двойных стандартах. На ваш взгляд, как дальше будет развиваться ситуация? Можно сказать, что вот эта история, она может быть как-то приоткроет двери для оппозиции, которая тоже хочет выходить в том числе на несанкционированные митинги, или власть все-таки тут с уважением, а тут друзьям закона, врагам, то есть врагам закона, а друзьям льготы. Слушайте, ну Навальный выходит на улицу с революционной повесткой. А что до этих ребят, которые пришли к посольству Мьянмы, ну в чем их лозунги? Я думаю, что на эти лозунги, на Мьянму и на мусульман, возвращаясь к этой злосчастной цитате, чихать тем, кто обычно принимает решение о разгоне тех же оппозиционных митингов. Вот и весь секрет. Вопрос не в том, мусульмане там или атеисты, либералы или консерваторы. Вопрос в том, какова повестка митинга. Все очень просто. Кроме того, я хотел бы остановиться на одном моменте. Вот здесь происходит такое торжество между митингом в Грозном и в Москве. Это совершенно разные события. Большое заблуждение считать, что митинг в Москве был инициирован сверху или дирижировался какой-то политической силой, или тем более спецслужбами. Я просто наблюдал начало этого мероприятия в режиме реального времени еще из WhatsApp и социальных сетей. Нет, это была инициатива сверху. Это было спонтанное стихийное действие. Там не было организаторов, там не было конкретных спикеров, там не было транспарантов. Люди, которые пришли туда, многие из них, почти все впервые друг друга видели. Это была точка кипения, да? Это была точка кипения. Кто-то бросил призыв и все ринулись. Я подъехал туда на полчаса из опасения того, что этих людей могут разгонять и задерживать для того, чтобы попробовать оказать им какую-то помощь. Потому что это действительно были искренние люди, которые пришли туда от всего сердца. А у нас осталась ровно минута. Вам слово, Саид. Я хотел бы просто дополнить то, что сказал Мурат, потому что это действительно был очень локальный митинг. Там было очень мало людей, несмотря на вот этот испуг, который испытали москвичи. В России мусульман очень много. Если бы кто-то захотел бы и был бы призыв, я вас уверяю, могли бы десятки тысяч прийти. Как у нас в каждой мечети по пятнице бывают десятки тысяч мусульман. И они мирно расходятся. Они не бьют, они не оставляют после себя мусор, они не кричат, не нападают на полицейских. Россия в том числе мусульманская страна. И у нас есть многовековый опыт сожительства. И мы 200-300 лет конфессиальных конфликтов в России не было. Поэтому с этим надо считаться, это надо ценить. Спасибо большое. Мы завершаем нашу программу «Грани времени». Спасибо моим коллегам. У нас в гостях были юристы Мурат Мусаев, публицист Саид Бицоев. По скайпу высоковед Алексей Малошенко, политик Леонид Гозман. И мы с вами послушали комментарии публициста и правозащитника Григория Шведова. Всего доброго. Мы еще к вам вернемся и расскажем о новых событиях в России. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин